А вот аллергия, это реакция организма на чужеродные вещества? Да, конечно, аллергические реакции, родственные иммунным реакциям, они из той же группы. Это вот такой просто перекос в рабочую систему, но это отдельная тема, с которой мы в этом году с вами разберемся. А почему там одни люди реагируют на одни вещества, другие на другие? Скажите, пожалуйста, почему у одного глаза одного цвета, а у другого другое? Это тоже в винае написано? Конечно. Если вы помните, мы с вами немножечко выбирали саму основу работы Беринг-Аксуга, как строятся разные тела. ДНК это имеет отношение, но там работает совершенно непривычная машина. Один из генов начинает случайно, могут заменять положение мукреатита. Вот пока этот процесс не завершился, можно ли заранее сказать, какой же напилочек будет с этого гена построен? Вот пока вот эта перетасовка не остановится. Рандомный ген. В результате, с одного маленького пуска ДНК, можно настроить миллионы разных вариантов. Вот у вас основа для создания огромного числа разных анти-тел вашего организма. Ну и есть система, еще раз говорю, аллергия немножко другая, я аналогию провожу. Но есть система работает на основании случайного процесса. У одного человека перекосило в одну сторону, а у другого в другую сторону. У одного аллергическая реакция на пульсу, а у другого аллергическая реакция на движение. И вначале сглаза на пылью. Да. Поэтому все равно разные индивидуальные варианты. Понятно? А основа примерно так. Примерно еще раз говорю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова